Всем привет! Сегодня мы поговорим про мусы. Что такое мус? Зачем он нужен? Какие у мусов есть плюсы и минусы? И разберемся в давлении, потому что мусы бывают разного давления и нужно выбирать мус под себя, конкретно под свои условия эксплуатации. Ну начнем с того, что мусы это вот такая вот колбаса, которая вставляется в колесо и берет на себя функцию камеры. Мусы в первую очередь у нас нельзя проколоть. То есть это их огромный плюс. Если вы где-то в горах, вам совсем не хочется остаться посреди леса в обнимку с медведями с пробитым колесом. Мус этот вопрос полностью решает. Всегда одинаковое давление. То есть у вас нет перепадов давления. Поднялись вы в горы, уехали вы на север, утопили вы мотоцикл в реке, у вас всегда будет одинаковое давление. На мусе. И это вас никак не будет беспокоить. Плюсы. Мы описали. Про плюсы мы сказали. То есть всегда одинаковое давление и мус нельзя проколоть. Минусы. Муса достаточно высокая стоимость. Мусы служат, скажем так, не очень долго и мусы трудно монтировать. То есть для того, чтобы нормально, по-человечески, без выноса мозга смонтировать мус, нужен станок специальный. Еще один момент. На мусах. На мягких мусах мотоцикл в поворотах более валкий. То есть такое ощущение, что вы едете на спущенных колесах. Сейчас разберемся с давлением. Конкретно, если вы выбираете себе мус, то вам нужно подобрать давление для себя. Потому что мусы бывают разного давления. Кроссовые мусы идут жесткие. Давление 1, 1,2 атмосферы. Эндуро мусы, как у меня сейчас в руках, идут давлением 0,7-0,8 в среднем. Есть еще мусы для Hard Enduro. Конкретно у RIS мусы он выглядит вот так вот, сисечками. В нем давление 0,4-0,5 атмосферы. В переднем чуть больше, 0,5-0,6. Вообще, в принципе, в передних мусах давление идет немножко больше, чем в задних, потому что, сами понимаете, ширина колеса разная. И заднее колесо гораздо сложнее пробить, чем передок. Передок у нас маленький. При попадании на камень можно ушатать себе диск. Поэтому передок идет немножко более плотный, чем зад. Стоит отметить, как у нас скорость вообще, в принципе, гонки зависит от давления. Чем у нас выше давление в колесах, чем более плотный мус, тем он более рассчитан на скоростные гонки. То есть, чтобы проходить повороты на скорости, чтобы колеса не заламывались, нужно твердые колеса. Нужно, чтобы давление в колесах было примерно равно единичке. В эндуро нам больше важен зацеп, потому что сложные участки, сложные подъемы, бревна, камни, скалы и без зацепа мы просто не заедем. Поэтому в эндуро соревнованиях у нас используются мусы с низким давлением. Это эндуро мус с давлением 0,7-0,8 и X-Edition или хард эндуро мус с давлением 0,4-0,5. Если говорить простыми словами, если вы хотите ездить быстро, вам нужен твердый мус. Если вы хотите ползать и преодолевать препятствия, вам нужен максимально мягкий мус, чтобы обеспечить зацеп. Есть еще у рейсмуса интересная моделька. Климбер мус. Здесь будет картинка, как он выглядит. Интересная у него особенность в чем? Мус разборный. То есть из тела мусом можно достать такие заглушки. И тем самым мы спускаем давление. Вариации. Там что-то в районе 0,4-0,5 на достаток заглушках. И около единицы, когда у нас заглушки стоят в теле муса. Еще есть мусы очень твердые. С давлением 1,5. Они используются в ралли. Это очень твердые мусы. Для обычной езды. Но это много. Слишком жестко. Еще также есть мнение, что мягкие мусы изнашиваются быстрее, чем жесткие. То есть есть у нас кроссовые мусы. Мус-кросс. Жесткие они используются именно в мотокроссе. Есть эндуромус. Соответственно, логично предположить, что мус используется для эндуро. Есть хард эндуромус. Называется он X-Edition. Он используется в хард эндуро. Он обеспечивает максимальный зацеп. Насчет смазки. В принципе, монтировать мус, как я уже сказал, без инструмента, без специального станка, очень сложно. Но возможно, при помощи молотка и чьей-то матери. Но вам по-любому потребуется смазка. То есть прежде чем пихать мус в колесо, нужно хорошенько всю поверхность этой колбасы смазать. Смазочкой. Это поможет вам при монтаже муса. И это очень важная часть эксплуатации его. Потому что во время работы, когда у нас мус находится в колесе, постоянно при езде поверхность муса трется о внутреннюю поверхность покрышки. То есть покрышка работает, при езде проминается, мус тоже проминается, и поверхности трутся. Покрышка трется о мус. Естественно, это трение для нас очень плохо. Потому что мус просто будет стираться. То есть для того, чтобы мус работал долго и счастливо, нужно его хорошенько смазать. И более того, есть мнение, и оно не лишено логики, что для того, чтобы мус работал дольше, его периодически нужно доставать из покрышки и хорошенько промазывать его гелем. Гель для муса, смазка, продается отдельно. Можно ее купить и обслуживать мусы. Еще один важный момент. Хранить мотоцикл с мусами в колесах нужно в вывешенном состоянии обязательно. Потому что, если мотоцикл стоит на мусах, на колесах, нижняя часть муса просто раздавливается. В одном положении, когда находится, это плохо. Губительно для муса. Тем самым, мы просто ушатаем мусы. Если говорить о надписях, то есть, что у нас написано на мусе, здесь есть надпись Only Afroat, то есть, только бездорожье. Дальше, модель муса X-Edition, фирма. Здесь есть надпись 2К18, которая может вас ввергнуть в такую логическую ловушку, что вам продали старый мус 2018 года. Но это неправда, потому что здесь рядом есть маркировка. Здесь у нас указана дата производства, то есть, 20-й год и второй месяц. То есть, это февраль 20-го года. Сделано в Италии запатентовано и размер. Обязательно нужно подбирать размер муса, соответственно, размером ваших покрышек. Если размер не тот, то мус может либо болтаться в колесе, либо вы его туда не запихнете совсем. И такая еще штучка. Это место, где компаунд заливается в форму. Такой сосочек. Хороший. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok